добрый день дорогие друзья зовут меня катышева ирина александровна и представляю я городскую библиотеку номер 15 города волокна сегодня хотела бы прочитать отрывок из рассказа сергея довлатова полковник говорит люблю о том как он познакомился со своей будущей женой наш мир абсурден говорю о своей жене враги человека его домашние моя жена сердится хотя произношу я это в шутку в ответ я слышу твои враги это дешевый портвейн и крашеные блондинки значит говорю я истинный христианин ибо христос учил нас любить врагов своих эти разговоры продолжаются 20 лет без малого 20 лет в америку я приехал с мечтой о разводе единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены ее спокойствие не имело границ поразительно как это могут уживаться в человеке спокойствие и антипатия познакомились мы в 63 году это случилось так у меня была комната в отдельным с отдельным входом окна выходили на помойку чуть ли не каждый вечер у меня собирались друзья однажды я проснулся среди ночи увидел грязную посуду на столе и опрокинутое кресло с тоской подумала вчерашним помню трижды бегали за водкой кто-то высказался следующим образом пошли в елисеевский туда метров триста и обратно примерно столько же я стал думать о завтраке в неубранной комнате вдруг чувствую я не один на диване между холодильником и радиолой кто-то спит слышатся шорохи и вздохи я спросил вы кто допустим лена ответил неожиданно спокойный женский голос я задумался имя ли она встречается не так уж часто среди наших знакомых преобладали тамара и ларисы я спросил каков ваш статус лена проще говоря каков ваш социум эрактум наступила пауза затем спокойный женский голос произнес меня забыл гуревич гуревич был моим знакомым по книжному рынку два года спустя его посадили как это забыл гуревич напился и вызвал такси я стал что-то припоминать на вас было коричневое платье в общем да зеленое его порвал гуревич а спала я в чьей-то гимнастерке это моя армейская гимнастерка так сказать реликвия будете уходить снимите здесь какой-то орден это говорю спортивный значок такой колючий спать не дал мне его говорю можно понять наконец-то я вспомнил эту женщину худая бледная с монгольскими глазами к этому времени рассвело отвернитесь попросила лена я накрыл физиономию газетой тотчас же изменилась акустика барышня проследовала к двери судя по звуку надев мои вельветовые шлепанцы я выбрался из-под одеяла день начинался странным и таинственным образом затем неловкая толчая в передней полотенце вокруг моих не очень тонких бедер военная гимнастерка не достигающие ее колен мы не без труда разминулись я направился в душ после душа в моей жизни наступает относительная ясность выхожу через три минуты кофе на столе печенье джем почему-то заливная рыба к этому времени лена оделась античная прореха у ворота след не обузданной чувственности фимы гуревича была и к лицу действительно говорю зеленая мы завтракали им беседы о разных пустяках все было так мило легко и даже приятно с какой-то поправкой на общее безумие забывает чтобы пирать